Всем привет, друзья! Вы на канале Xperavid, меня зовут Виталий, и я продолжаю не играть, а обозревать игру Horror Field. Дело в том, друзья, что в прошлом ролике я вам показывал, как я хотел получить 10 ранг своим персонажам Мэри, и у меня это не удалось. Как видите, у меня до сих пор 9 ранг, я поиграл за неё ещё немного, выигрывал, но меня всё-таки не переводило. Это не баг, друзья, это вина разработчиков. Они решили не продолжать повышать нам ранг, хотя тут само написано ранг показывает наш уровень мастерства этим персонажам. Теперь, ну, то есть все мои победы, которые будут, они просто не будут учитываться только как зарабатывание баллов, очков, звёздочек в уровень, и не более того. Теперь вопрос, зачем тогда создавать этот ранг, если его максималка, это, ну, вообще, ну, 9 ранг, ну, получается, 10 ранг, да, который просто не высвечивается. Я надеюсь, что они это пофиксят, я надеюсь, что они добавят всё-таки, что мы будем всё-таки видеть количество наших побед и как-то в этом прогрессировать. Но это не единственная проблема, которая у нас есть, дело в том, что у нас очень маленький склад. Об этом тоже хотелось бы поговорить, почему бы разработчикам не увеличить бы склад или не сделать так, чтобы просто, например, вот у меня два инженерных набора, да, и просто вот их не держать в одной ачейке, да, и просто написать, например, циферку 2 в ней, да, то есть у меня два инженерных набора, да. Например, у меня вот три отмычки, чтобы была просто одна ячейка с этой отмычкой с цифрой 3, чтобы у меня их 3, там, два компаса. Ну, блин, ребят, согласитесь, так было бы проще, удобнее, а не вот сейчас у меня почти всё забито, да, и просто если я найду какой-то предмет или мне приходится какой-то предмет, мне надо будет обязательно сразу ставить его на персонажа. А я не всегда беру с собой какие-то предметы, если я, ну, знаю, что они мне не нужны, по крайней мере, да. Я их беру очень сейчас в редких случаях, они мне очень сильно скоро понадобятся. Ну, блин, ну, я надеюсь, что это всё-таки в будущем сделает. Следующее, что мне хотелось бы отметить, это чтобы добавили всё-таки одежду. Да, скорее всего, одежда это будет донатная линия или очень долго нам придётся на неё тратить золото, но это будет всё-таки прикольно, когда мы сможем сами одевать как-то по-модному персонажа или как-то... Ну, я не знаю, что добавят, может, какие-то кепочки, блузочки, сумочки или для мужика какую-нибудь там сигару, ну, хотя это я сомневаюсь, что добавят, хотя перчатки какие-то... Ну, это будет прикольно, всё равно некое обилие и разнообразие, чтобы они не бегали у нас и одинаковые, все как на подбор. Следующее, что хотелось бы отметить, когда вот мы выполняем задание, да, чтобы нам, естественно, наконец-то появились новые задания, чтобы мы могли открыть нового персонажа. Ну, это всё-таки в следующем обновлении, наверное, будет. Нам обещают, что нам добавят онлайн. Мы ждём онлайн, скорее он должен выйти, по идее, через 2-3 недели. Ждём, наконец-то, привязку к аккаунту, надеюсь, будет. Ну, я думаю, если будет онлайн, то по-любому должна быть и привязка. Что хотелось бы отметить. Тут идёт награда «Игра с друзьями». По-любому, значит, будет онлайн, скорее всего, нам откроют ещё новую карту. И мне хотелось бы, чтобы, когда мы играли с друзьями, мы не выбирали новые локации. То есть, например, вот у нас есть определённое количество глав, да, и локаций, да, лечебница. Я не знаю, как нам сделать. Может, когда мы откроем все главы, то, вот, видите, рейды всякие тоже будут. Я надеюсь, что у нас будет всё идти рандомно. То есть, например, мы захотели с друзьями поиграть. Мы не выбираем какую-то локацию, лишь бы полегче, лишь бы посложнее. И хотелось бы так, чтобы всё было, блин, вот интересно, на какую локацию нас бросит, да. Вот как в Dead by the Like, да, бывает, заходишь, и оно самой выбирает, куда, ну, и где тебе играть. Ну, и какой будет маньяк. Но, мне кажется, это будет всё-таки прикольнее, когда ты просто не знаешь, что будет происходить дальше. Что хотелось бы здесь ещё отметить. Я не знаю, будут ли нам добавлять, ну, а, естественно, хотелось бы нового героя. Просто, ну, мясник мясником. Я даже не знаю, я сперва хотел ему прокачивать ранги, а сейчас я просто не вижу в этом смысла. Всё равно девятка это топ. Ну, блин, ну, это мало, ребят. Как по мне, это просто очень катастрофически мало. Ну, будем повышать уровень, будем улучшать его хотя бы навыки. Сейчас я хочу улучшить ему разрушение и отравленный нож. Не знаю, будут ли новые умения добавляться. Если будут, ну, я об этом сообщу. Так, что хотелось бы ещё? Я не знаю, сейчас, где, вот. Конечно, донатную линию дали, как по мне, слишком колоссально огромную, на самом деле. И цены за аптечки, инженерный набор, как по мне, оно того просто не стоит, ребят. Ну, как-то слишком, тем более, ну, я лично могу их найти из всяких там ящичков. Поэтому, я единственное, что могу купить, да, кстати, мне недавно зелень-невидимка даже попалась. Я прошлые 300 спустил на зелень-невидимку, когда пытался снять видео для того, чтобы показать её в действии. Да, я тогда, блин, у меня то проблемы были с интернетом, то лагало, то ещё что-то, но я всё-таки снял, скинул и показал вам это. Так, ну, всё, в принципе, пока мне больше разговорствовать особо не хочется. Это самое основное, что нам сейчас нужно. Это, естественно, склад, это, естественно, онлайн, привязка к аккаунту, какая-нибудь владёжка, новая локация, герой. И, естественно, пусть они сделают ранг, чтобы мы могли его больше, выше, повышать, ребят. Ну, больше, реально, вот как по мне, это просто то, за что можно было бы держаться. Я понимаю, что благодаря уровню мы прокачиваем своих персонажей, да, на опыт, но, блин, и улучшать их неумение. Блин, но ранги всё-таки нужны. Раз уже поставили, раз мы на них стараемся немного всё-таки равняться, чтобы их увеличить, то надо идти дальше. Ну, с вами был Экспировит. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВК, ссылка будет в описании. Ставьте лайк, будет больше, будет лучше. Пока.